Я бы хотел начать с ситуации на фронте. Что, на ваш взгляд, сейчас происходит между Россией и Украиной именно на карте боевых действий? Ну, общая картина была правильно дана в известной статье генерала Заужиного. Правда, она часто неверно интерпретировалась. Ну, английское слово, которое было в заголовок статьи, эта статья была, прежде всего, предназначена западному читателю, военно-политическому руководству Запада. Я думаю даже, что он, Заужиный, согласовывал ее со своими военными коллегами и как бы вместе адресовал ее политическому руководству. Потому что основное содержание статьи такое, ну, кроме рассуждений военного эксперта по результатам, оружие, 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 дайте больше оружия. Вот термин в заголовке был «stailmate». Это заимствованный шахмат, термин «патовая ситуация». Так он характеризовал состояние дела на фронте. К сожалению, был переведен в русском и украинском варианте. Это слово переводилось, но это один из возможных переводов, это «тупик». Но как бы интерпретировался, как «тупик» украинской армии. Во-вторых, вот именно такое чтение пытались очень многие навязать в статье Заужиного. А «stailmate» – это характеристика не одной, не черных и белых, а вместе. Характеристика той партии черных и белых, в которой невозможно проведение атакующих действий. Ну, если это так, на втором годе войны, что соотношение сил между украинской и российской армией пришло в такую патовую ситуацию, то это громадное достижение украинской армии. Против нас была агрессия так называемой второй армии мира, обладающей громадным превосходством авиации, артиллерии, мобилизационных ресурсов и так далее. Но мало того, что это, да, и полным господством в воздухе. И мало того, что эта агрессия была отражена, вот и сложилась такая ситуация, которая справедливо сравнивает генерал Заужин с ситуацией Первой мировой войны. Вот я продолжу эту аналогию, она очень интересная. Но мы помним, что Первая мировая война, после того, как немцы не взяли Париж, это выяснится где-то к осени 2014 года, она потом 4 года проходила такая окопная война. Окопная война, убивали друг друга нещадно. Да, и я продолжу вторую аналогию, что результатами вредителей, проигравшие, определились не в такой войне позиционной, не на поле боя, а в столицах, в столицах воюющих государств. Первая выбора и проиграла Россия в 1917 году, что были какие-то серьезные наступления немцев. Немцы там взяли, продвинулись в Петрограду или Москве, как в 1941, например. Да ничего подобного. Просто рухнула столица, рухнула общество. Ну, мы помним там специфические сценарии, товарищ Ленин получил большие деньги от германского штаба, развернулась. От товарища Кайзера. То есть, проиграла Россия внутри себя. И окончательный исход войны в 1918 году между немцами и французами. Забывают же, что вот 11 ноября, кстати, недавно была эта годовщина, была подписана перемирие. Ни один французский солдат не находился на немецкой территории. Линия сопряженности в Талон целиком протекала во Франции. Просто рухнула Германия. Там сначала было восстание матросов на Северном фронте, а потом уже революция в Берлине. Так вот, это общая закономерность, когда складывается патовая ситуация, идёт длинный период этой войны, и, конечно, страшное напряжение нарастает у воюющих сторон, и проигрывает тот, кто первый ломается психологически. И мне кажется, что вот сейчас как раз громадное, важно не только то, что происходит на фронте, а важно та громадная психологическая кампания, которая развернута против Украины. Именно вот украинское общество внушают, что украинская политика и армия зашла в тупик. Запад потерял, теряет интерес к Украине, целиком сосредоточен на войне на Ближнем Востоке, и готовится навязать Украине некое соглашение, предусматривающее серьёзные территориальные уступки. Это транслируется десятками, прежде всего, американских средств массовой информации. Это не случайно. Мы же... Вот это касается и второго фронта, идущего сейчас мировой войны в Израиле, ведь вся либеральная американская пресса, контролируемая, контролируемая либо либеральным краевом демократической партии, так называемые качественные мидии, как они себя называют, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, Тайм, Ньюсвик, Хилл, ну можно их бесконечно перечислять, они по существу работают как органы Хамаса сейчас, атакуя именно администрацию Байдена за поддержку Израиля. А во втором фронте, фронте Украины, вот они же раздувают вот этот нарратив о том, что Запад потерял интерес к Украине и готовится ее сдать. Ну, вот апофеозом этого наступления, такого идеологического и диверсионного, является знаменитая статья Симона Шустера в Таймс, это абсолютно руживая статья, я сейчас это продемонстрирую. Ну, основной наглость его дошла до того, что уже в последующих изданиях он называет свою статью как интервью с Зеленским. Он действительно там целый ряд высказаний Зеленского берет в кавычках, как бы якобы произнесенные Зеленские. Ну, например, самое главное, ну, из впечатления этой статьи, что он расхаживает там по администрации президента, Зеленский несчастный плачет ему на груди, что его никто не понимает, никто не верит в победу Украины, ну, хорошо. А кроме того, вот этот стандартный прием этих жуликов, журналистов, источники, а еще десяток источников, членов администрации, приходят к тому же Шустера и жалуются ему. Они говорят, что Зеленский делюдит, ну, Зеленский тронулся. Он все время твердит о какой-то победе, которая совершенно недостижима, решает нас возможных options, которые мы могли бы поискать, более благоприятные. Ну, и, наконец, вот та цитата Зеленского, на которую я могу просто восхватить за откровеннейшее вранье, в одной из цитат Зеленский ему рассказывает. Ну, слушайте, ведь я все время объясняю своим западным коллегам, что если, что мы сражаемся не только за себя, мы защищаем весь свободный мир, что если Путин преуспел, если Путин преуспел весной этого года, он, конечно, двинулся дальше бы на Балтику, Польшу, и Западу пришлось бы уже платить не только деньги на Крым, ему пришлось бы расплачиваться кровью. А они меня совершенно не понимают, говорит Зеленский. Слушайте, это цитата, это Зеленский не мог никогда не сказать, он не сошел с ума, потому что как раз в это время серьезно изменился дискурс в американской администрации. Я вот еще раз приведу вам целый ряд цитат. Как можно говорить такие вещи, приписывая Зеленскому? Зеленский был 19 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи, где президент Байден, сейчас я процитирую, что он говорил, обращаясь к полутора сотни в основном глав делегаций на членов Организации Ассамблеи, он говорил, слушайте, вот вы все говорите о мире, но каковы Путин, требования Путина мира, Путин требует капитуляции Украины, требует отдать ему территорию Украины, детей Украины. Если ради мира мы пойдем на миротворение агрессора и пойдем на расчленение Украины, то никто из вас не может быть в безопасности. Это будут подорваны все нормы международного, мы никогда на это не пойдем. Или уже после начала войны на Ближнем Востоке, чуть ли не на второй, третий день был Остин в Иерусалиме, давал пресс-инферен. Никто его не спрашивал об Украине, ну как бы израильтянам было не до этого в этот день, и никто его не тянул язык. Но еще необходимо сказать, мы самое могучее государство на планете, даже он добавил в истории человечества, и у нас хватит сил, ресурс, политической воли, вооружения защитить наших двух союзников, и Украину, и Украину в Европе, и Израиль на Ближний Восток. Или, ну я, извините, я просто должен убеждать украинскую ритуцию, потому что вот там на этого шустро, как мухи на говно, слетелись все скрытые, возможные капитулянты. Но это стало таким знаменем, знаменем предательства Украины. Возьмите речь, всех поразила речь Байдена, ну не речь, а обращение к нации на следующий день после начала войны в Израиле. Вот слово Украина, он в этой речи, посвященной Израиле, использовал не менее часто, чем Израиль. Он начал сопоставление Путина и Хамас, и всю эту линию он проводил в течение всего выступления. Путина и Хамас. Хамас и Иран хотят уничтожить Израиль. Путин хочет уничтожить Украину. Мы никогда не позволим этого сделать. Наконец, важную форму, он в конце использовал «our principle partners Ukraine and Israel», наши ключевые союзники, Украина и Израиль. Это изменение статуса Украины. Израиль, как нам известно, обладает статусом «Major non-natal ally of United States America». Это очень важный статус. Это все, это означает, что Соединенные Штаты по отношению к его безопасности берут на себя те же обязательства, как к любому члену НАТО, за решение одного посылательских солдат сражаться. Это означает, что фактически Украина получает такой же статус. Мы же знаем, что после неудачного для нас саммита НАТО, там на полях была «Большая семерка», и было принято решение, ну, как же компенсации за отсутствие прогресса по вступлению НАТО, Украина вступала в двусторонние переговоры со всеми членами «Большой семерки» по гарантиям безопасности Украины. В том числе с Соединенными Штатами. Ну, вот из этого следует, что фактически результатом этих переговоров может быть вот этот статус Украины. То есть, вот это какая? Ничего подобного. Что значит «Запад устал»? Ну, может, кто-то устал? Вот это либеральная пресса. Вообще, что это означает фраза «Запад устал»? Сейчас, меня интересует мнение трех людей на Западе сейчас, которые принимают решение относительно войны. это Джо Байден, это Тони Блинкен и Ной Тосин. Вот эти люди не устали. Эти люди не устали. И Израиль, как два фронта мировой войны, которые Соединенные Штаты, как самая сильная держава, как лидер свободного мира, обязаны победить. Субтитры создавал DimaTorzok,